здравствуйте друзья маленький такой сюжетик прочитал сегодня с утра в блумберге про дядьку одного такой он в калифорнии живет так интересную жизнь прожил и тут на него наехала значит разобраться с виноделием а он там раньше там казино занимался тогда это привык там потягивать венцо в общем сел он на машину и проехал 15 тысяч миль я еду к почтовому ящику он там впереди если вы видите хочу письмецу надо бросить так вот проехал он 15 тысяч миль по соединенным штатам изучая винодельческий бизнес и значит посещая все время винодельни но естественно выпивая немножко ой съехала до выпивая немножко там по роду службы так получается значит что он рассказывает и для меня это было очень неожиданно на самом деле вот 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 сюда мы сейчас вот в эти ящики пойдем одну секунду я сделаю перерыв пока письмо брошу с одной стороны конечно я могу сказать мужику знаете вот это мысленно с вами там все это понятно но что меня удивило действительно очень удивило выяснилось что вино вино виноград извиняюсь виноград выращивается во всех 50 штатах соединенных штатов друзья во всех 50 штатах что-то я в объезд тут ну неважно соединенных штатов соответственно не только виноград выращивается во всех 50 штатах но и вина делаются во всех 50 штатах а почему он вообще предпринял это путешествие тема интересная дело в том что в мае будет 40 лет с того момента интересного когда парижане вслепую дегустировали разные вина и во время этой дегустации как бы решительную победу одержали вина калифорнийский на причем они ну как бы неизвестные достаточно молодые в том смысле что но не сравнить по традиции понимаете там с французскими но тем не менее вот так они одержали победу это дало такой толчок сильный развитию калифорнийского виноделья и так далее значит и вот он к 40-летию этого замечательного события майского значит отправился изучать и сказал да там кстати есть рекомендации давайте я поверну пока значит там есть рекомендации там нескольких виноделин там в штате вермонт и в аризоне там они как бы с карт с фотками за этим очень мило это которая в аризоне мне напомнила как я в армении однажды был это не было винодельно это было было дача дядьки одного но там знаете камень сплошной то есть там все такое чудовищным трудом все это достигается все камень 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 и почвы и вот это все привозится и обихаживается и вот я видел как у него на даче рос виноград и тут же он сам делал очень интересно было и тут же не такой ну пруд не пруд но такой глубокий такой металлический бак был в метров пять глубиной там не рыбы даже вот разводил очень потрясающе и вот как на камне растет виноград и вот когда смотришь на эту картинку аризонскую вот тоже вот лоза на камнях ну то есть там есть земля конечно какая-то но аризона вообще очень каменистое место и очень очень здорово очень трогательно вот я я просто почему рассказываю что во первых может быть вы сходите почитаете а во вторых просто как молния этим шандарахнула в 50 штатах во всех 50 выращивается виноград это что же и на аляске выращивается но то есть понимаете но вот да давайте и вермонт кстати вермонт это как ну даже не знаю по климату с чем сравнить но может быть типа подмосковья может быть чуть теплей ну воронеж я не знаю там да вот и и там виноград и там вино делают и в штате вайоминг который просто я не знаю скала это такая ну чё там ничего там есть в этом вайоминге тоже выращивают там 4 винодельни штате вайоминг так такие вот дела в общем хотел поделиться неожиданным впечатлением счастливо